Код неисправности OBD2 Техническое описание – высокий уровень сигнала в цепи управления байпасом охладителя системы рециркуляции выхлопных газов Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии DTS, применимый ко многим автомобилям OBD2 с 1996 года и новее, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Ford, Dodge, Ram, Jeep, Chevrolet, Volkswagen, Mercedes и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P245D и связанные коды P245E, P245B и P245S связаны с контуром управления байпасом охладителя системы рециркуляции выхлопных газов EGR, целью схемы управления байпасом охладителя EGR является открытие и закрытие перепускного клапана EGR при заранее определенных условиях, чтобы предотвратить перегрузку охладителя EGR, известную как засорение, которое влияет на производительность и эффективность дизельного двигателя, модуль управления двигателем ESM, контролирует работу этой цепи, получая опорные напряжения от переключателя температуры EGR и других связанных компонентов, чтобы управлять перепускным клапаном охладителя EGR, возвращающим выхлопные газы во впускное отверстие для сгорания в большинстве конфигурации, расположение перепускного клапана системы рециркуляции ОГ, охладителя рециркуляции ОГ, переключателя температуры и связанных компонентов зависит от транспортного средства и сильно различается в зависимости от производителя, когда контроллер ESUD обнаруживает, что напряжение или сопротивление слишком высоко выше нормального диапазона ожидаемых значений в цепи управления байпасом охладителя рециркуляции выхлопных газов, устанавливается код P245D, и может загореться индикатор проверки двигателя, индикатор обслуживания двигателя или оба индикатора, типичный перепускной клапан охладителя системы рециркуляции ОГ, каков серьезность этого кода неисправности. Степень серьезности этого кода может значительно варьироваться от средней до тяжелой в зависимости от конкретных симптомов неисправности и уровня работоспособности охладителя и перепускного клапана, неисправный клапан системы рециркуляции ОГ или цепь управления могут вызвать чрезмерное зажигание и предварительное зажигание двигателя, что может вызвать повреждение поршней, клапанов и других связанных внутренних компонентов двигателя, каковы некоторые симптомы кода. Симптомы кода неисправности P245D могут включать, двигатель может не пройти проверку на выбросы, звон зажигания или стук при ускорении, повышенный расход топлива, плохая работа двигателя, скоро загорится индикатор технического обслуживания, горит индикатор двигателя, каковы некоторые из распространенных причин. Кода. Причины этого кода P245D могут включать, неисправный перепускной клапан охладителя рециркуляции ОГ, неисправность переключателя температуры, чрезмерное накопление углерода, неисправная или поврежденная проводка, коррозия, повреждение или ослабление разъема, неисправный ESM, каковы некоторые шаги по устранению неполадок P245D. Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания, TSB, для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и силовой установки, в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление, второй шаг, найти все компоненты, связанные с байпасной цепью охладителя рециркуляции отработавших газов, и изучить их на предмет очевидных физических повреждений, в зависимости от конкретного транспортного средства эта схема может включать в себя несколько компонентов, включая переключатель температуры, перепускной клапан, клапан рециркуляции ОГЭ, охладитель рециркуляции ОГЭ и блок управления двигателем, выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов, далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов, этот процесс должен включать в себя все подключения проводов ко всем компонентам, включая переключатель температуры и джары и СМ, проконсультируйтесь с конкретными техническими данными для транспортного средства, чтобы проверить конфигурацию цепи управления перепускным клапаном охладителя рециркуляции отработавших газов и подтвердить каждый компонент, включенный в цепь, который может включать предохранитель или перемычку с плавкой-вставкой в некоторых приложениях, расширенные действия Расширенные действия становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справки для автомобиля, напряжение проверка опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы, конкретные технические данные будут включать диаграммы поиска и устранения неисправности и соответствующую последовательность действий, которые помогут вам поставить точный диагноз, если в этом процессе выявляется отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов. Проверки на целостность цепи всегда следует проводить при отключенном от цепи питании, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивление Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая является разомкнутой, закороченной или корродированной, и ее необходимо отремонтировать или заменить, каковы стандартные способы устранения этого кода. Замена охладителя системы рециркуляции ОГЭ Замена перепускного клапана охладителя рециркуляции ОГЭ Замена температурного реле Очистка разъемов от коррозии Ремонт или замена неисправной проводки Очистка отложений нагара Мегания или замена распространенной ошибки контроллера ЭСУД Замена перепускного клапана охладителя рециркуляции ОГЭ Когда накопление нагара или неисправная проводка вызывают появление этого кода устанавливается контроллером ЭСУД Надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для решения проблемы с кодом неисправности цепи управления байпасом охладителя рециркуляции выхлопных газов, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.